Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Кирилл Гузев. И сразу перейдем к выпуску. 98 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. Выздоровели 40 пациентов. Также зафиксировано 9 смертельных случаев, 3 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае почти 14 тысяч инфицированных, из них 12 тысяч выздоровели. Сейчас лечение проходит 1148 человек, все находятся в госпиталях. Тяжелобольных 246 человек, на аппаратах ИВЛ 86 пациентов. В Государственной филармонии Алтайского края активно идет подготовка к открытию симфонического сезона. Он стартует уже через неделю, 6 октября. Там откроют концерт известного ансамбля новосибирской филармонии. Фортемпианный дуэт Геннадия Пыстина и Дмитрия Карпова. Гости из Новосибирска исполнят с оркестром произведения Баха, Бетховена и Прокофьева. К приезду дуэта приобрели второй рояль известной фирмы Стэнвэй. Первый появился здесь 12 лет назад. Совсем скоро два рояля, стоя бок о бок, зазвучат со сцены филармонии. Мы можем здесь и четырехручные, и шестеручные, и восьмиручные разные ансамбли изображать на этих двух роялях. И с оркестром, и с хором, и с какими-то ударными инструментами, и прочее, прочее, прочее. То есть мы, говорю, мы сейчас возрождаем целое громадное направление музыкально-сполнительского искусства. Поэтому для нас это огромный праздник. Кто такой грумер и как начинается его утро? На эти вопросы нам ответит наш корреспондент Екатерина Варкентин. В преддверии Дня защиты животных она встретилась со специалистом по стрижкам животных. Она с нами сейчас на связи. Екатерина, доброе утро, вам слово. С новым утром, Кирилл! С новым утром, Алтайский край! 4 октября во всем мире празднуют День защиты животных. И это утро мы встречаем в замечательной компании грумера Кэти и пёселя Милы. Так, Кэти, расскажите, кто такой грумер? Грумер – это тот человек, который отвечает за внешний вид питомца. Стрижет, тримингует, делает экспресс-линьку. Этому питомцу мы делаем окантовочную стрижечку и гигиену, так как он маленький. Три месяца всего. Сколько времени уходит на вот такой уход за питомцем? В районе полутора, ну если в данном случае полтора часа. То есть человек к вам пришел, принес домашнее животное свое, оставил, сходил по своим делам и вернулся за ним? Да, питомцы так комфортнее. Какие еще процедуры проводите? Как уже говорила, тримминг – это выщипывание жесткошерстных собак. Линька, экспресс-линька и супер-линька. Мы вычесываем всю линялую шерсть, подшерсток и также спа-процедуры делаем. Спа-процедуры для собак? Что это такое? Это различные масочки от выпадения для увлажнения шерсти. Ну в общем, то, что делают девушки каждый день почти. А сколько вообще считали, что за месяц проходит через вас собака? Порядка 80 и более иногда. А в день? В день 6-8. А заранее нужно записываться или все-таки это такой поток? Ну, у нас периодически день в день бывают записи, иногда за несколько дней записываются люди. Считали, может быть, специально, может быть, просто сколько килограммов шерсти приходится выметать за день? Ну, пакетов несколько мы выносим. Думаю, более килограмма точно. Чем стрижка собаки отличается от стрижки человека? Наверное, тем, что здесь побольше задач перед нами стоит. Тут надо все побрить, подстричь, уложить. Ну, человек просто сидит ровно, а собачке нужно еще и найти коннект. Сколько раз в год нужно собачке проходить вот такую стрижку? Ну, я считаю, что минимум 4 раза. Раз в квартал нужно ходить на стрижки, чтобы не было колтунов, неухоженной шерсти. Где-то обучают специально на грумера? Да, есть курсы и в нашем городе, и в других городах, как онлайн, так и оффлайн. Как давно вы работаете? Я работаю год. Что вообще заставляет человека пойти и отучиться на парикмахера, но только для животных? Лично у меня любовь к животным, я всю жизнь с ними связана. Желаю вам прекрасного настроения, отличного дня и побольше таких замечательных, красивых питомцев. И передаю слово в студию. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24. И до встречи в эфирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова